Это появилось все не вчера, как я говорил, схема одинаковая, каждый раз одно и то же. Это начинает распространяться по российским, пророссийским телеграм-каналам, Z-каналам, значит сначала на маленьких, потом на побольше, все больше и больше и больше, раскручивается ком, об этом начинает упоминать какое-нибудь официальное лицо, и потом бац, появляется какой-нибудь источник у российских медиа, у российских государственных медиа типа РИА Новости, которые сообщают, что вот оказывается, действительно, Кирилл Пуданов, он там ранен при смерти, я не знаю, что еще. Они это делали уже с огромным количеством спикеров, у них то Зеленский уезжал из Украины в начале вторжения, что он уехал в Польшу, он сидит, записывает на Хромакее. И проблема не в том, что российская страна постоянно это выдумывает, это ладно, мы к этому привыкли, они врут с первого дня этого вторжения, врут о целях вторжения, врут о том, что делает российская армия, чего не делают, врут о том, что Россия не стреляет по гражданским объектам, врут о своих успехах, врут о своих потерях, говорят, что они отсутствуют, и врут в том числе об украинских официальных лицах. Это нормально, потому что это диктатура, которая ведет преступную войну. Не нормально, что часть людей периодически начинает в это верить. И схема простецкая, чем больше пророссийские каналы об этом говорят, ссылаясь друг на друга, тем больше. Люди таких нет, слушайте, ну а правда, а вдруг в этот раз не врут. Ровно та же история происходит с Будановым, с чего вообще началось уже широкое обсуждение этой истории. Буквально накануне РИА новости со ссылкой на свои источники, анонимные источники, утверждают следующее. Глава военной разведки Кирилл Буданов тяжело ранен. Информацию агентству передал сотрудник российских силовых структур, который ссылается на источники в украинской разведке. По его словам, Буданов был ранен 29 мая во время российского удара по зданию ГУР. Ракета залетела в соседний с Будановым кабинет, пишет РИА новости. После этого Буданова, как утверждает собеседник издания, эвакуировали вертолетом на военную базу в польском Жешуве. Оттуда специально прибывшим с авиабазы Рамштайн американским эвакуационным бортом 840087 доставили в Германию. Глава ГУР находится в тяжелом состоянии в госпитале Бундесвера в Берлине, говорит источник. Тот же самый, который рассказывал про то, что ранен залуженный. Но в отличие от кейса с залуженным, здесь совсем безумие, потому что Буданов уже успевал появиться несколько раз, записывая различные видео. Уже после якобы имевшего место инцидента. И на что здесь рассчитывают, вообще непонятно. Ну как на что рассчитывают? Давайте серьезно. Рассчитывают на то же, на что и всегда. Что если повторить одну и ту же ложную информацию 15 тысяч раз, то кто-нибудь действительно в это начнет верить. И самое смешное, что они обманывают даже не столько там неподготовленную аудиторию. Аудиторию, да, для неподготовленной аудитории. Ну выйду я, выйдет сам Буданов, расскажет. Как бы, окей, мы к этому уже привыкли. Но они обманывают и сами себя. Потому что в это начинают верить, в том числе высокопоставленные российские чиновники. Да чего там Путин в это начинает верить? Собственно, на встрече с военкорами, про которую я рассказывал вчера, Владимир Путин упомянул, что был, оказывается, нанесен удар по ГУРу. Вообще, что касается этого удара, был он нанесен или нет? Черт его знает. Честно говоря, достоверно как-то это узнать не оказалось возможным. Действительно, в конце мая была какая-то история, связанная с тем, что в Киеве был перекрыт въезд на остров, насколько я понимаю. Короче, был перекрыт один из мостов, который вел к этому самому ГУРу. Более того, появились какие-то фотографии, где под определенным углом видно, что как будто бы здание частично обгоревшее. И из этого многие сделали вывод, что да, вот был нанесен удар по ГУРу. И даже некоторые военные аналитики говорят, что похоже на то. Но даже они подчеркивали, что если он и был нанесен, то судя по тому, что мы видим вот этого здания, даже на этих фотографиях, это не очень был серьезный удар. То есть там не выбиты стекла, здания стоят, с ними все нормально. Ну, то есть сложно себе представить, что это действительно был какой-то взрыв. Как вообще я обращаюсь с такой информацией? И каким образом я рекомендую обращаться вам? Дело в том, что в современном мире, в котором мы с вами находимся, вся информация, она так или иначе проходит через различные источники информации. И как мы неоднократно видели, если происходит какое-то действительно серьезное событие, а удар по ГУРу это серьезное событие, эта информация все равно утекает. Утекает через разведку, утекает через жителей Киева, которые идут мимо и видят это. Утекает через сотрудников ГУРа, еще через кого-нибудь. И почти вся информация появляется либо в украинских медиа, либо в западных медиа. Уж тем более, если там Буданова куда-нибудь перевозили, там в Польшу, а потом в Германию, это бы появилось и в немецких медиа, и в польских медиа. За эти 16 месяцев войны мы с вами уже привыкли к тому, что невозможно утаить какой-то большой секрет. Что рано или поздно все равно там западные, в том числе, медиа, об этом узнают. Причем речь идет не только о провалах, которые есть у России, но и о каких-то минусах, которые есть и у Украины. Более того, мы видим даже, что в Украине там есть и собственные расследования по тем или иным инцидентам и прочее, и прочее, и прочее. Короче говоря, если действительно случается какая-то вещь с высокопоставленным чиновником или человеком в украинском эстеблишменте, то мы все равно об этом узнаем. Мы узнаем об этом, причем довольно рано, информация довольно быстро поступает в наши руки. Если же эта информация не появляется, если ее единственным источником остается пророссийская страна, это значит, это полностью выдуманная от начала и до конца ложь. Но вообще давайте разбираться, когда она появилась. Вот это сообщение Рео новостей появилось буквально накануне. Но, как я и вам говорил, я слежу за Z-каналами, поэтому я отслеживаю эти истории. Они любят, собственно, запостить какую-нибудь историю, потом напомнить о ней через два дня, потом, чтобы это прокомментировал какой-нибудь другой военкор. И вот эти вот круги, они расширяются, 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 доходят до официальных лиц, и потом это уже выплескивается на голову зрителя или слушателя, чтобы он, пометуя о том, что он где-то про это читал, где-то еще про это вот попадалось, он бы думал, ну не могут же они все время во всем врать. Ну вдруг здесь действительно правда. Это не было бы так неприятно, если бы, собственно, это не приводило к тому, что чего-то начинают требовать. Ну, например, там люди начинали требовать от Залужного в той ситуации, что типа, ну пусть он покажется, пусть он чего-нибудь сделает. А Залужный, между прочим, командует, блин, контрнаступлением и вообще украинскими войсками, вообще не до этого. Он не хочет записывать какие-то видосы, он не хочет там пустить фотографии в Инстаграм, это вообще не его задача. И в итоге вот эти люди, которые доверились пропаганде, начинают требовать этого, отвлекая украинских чиновников от их деятельности. Собственно, похожая вещь происходит с Будановым, правда, не очень сильно, потому что здесь российская пропаганда совсем какую-то ерунду сделала, потому что видео с Будановым, они появились буквально на следующий день после заявляемого обстрела. Так вот, заявляемый обстрел якобы был в конце мая. И тогда прям активно Министерство обороны тогда написало, что нанесен удар по центру принятия решений, и мост вот этот вот перекрывали, и пророссийские военкоры, все начали как один писать, что значит, вот, может, был, а может, не было удара. Собственно, один из таких каналов называется Неинсайдер, и там были опубликованы фотографии. Они были подписаны следующим образом. Поступают сообщения, что здание Гура выглядит вот так. Можно предположить, что было какое-то внешнее воздействие. Как вы видите по фотографиям, которые перед вами сейчас на экране, действительно мы видим здание, действительно мы видим какую-то вот темную часть этого здания. Можно предположить, что было какое-то возгорание, но при этом не было зафиксировано в Киеве ни работы пожарных расчетов, ни какой-то эвакуации из этого района, ни каких-то фото и видеозаписей. Да, понятно, что сейчас в Украине действует такой режим, когда запрещено фотографировать и снимать на видео прилеты ракет, для того, чтобы Россия не могла повторно наводиться. Но тем не менее, почти каждый раз после каждого обстрела мы все равно находим те или иные записи, которые показывают, куда падали ракеты, куда падали обломки. Здесь же полный голяк, вообще ни одного фото, ни одного видео, только вот эти вот какие-то странные замыленные изображения. С тем, что это последствия удара ракетного, не согласен, например, Пригожинский, ну как Пригожинский, аффилированный с Вагнером портал Грейзон, который написал следующее. Коллеги из Нейнсайдера разместили, посмотреть можно здесь, фото штаб-квартиры ГУР Министерства обороны Украины в Киеве, куда якобы был нанесен удар возмездия, где по первостепенным визуальным признакам кажется, что здание имеет признаки обугленности. Но при использовании вражеского сервиса Google Street View, взглянув на панораму от 2015 года, можно понять, что здание создает такой эффект при взгляде на него под углом. Собственно, можете убедиться в этом сами. Также при рассмотрении фото у Нейнсайдера можно увидеть, что в здании также целые стекла. Ждем новых дальнейших подтверждений или опровержений. Никаких подтверждений этому не появилось, никаких ни фото, ни видео, ни там ссылок на источники, ничего не появилось. Ну, то есть, как был Буданов, так и остался Буданов. Как был Гур МО, так и остался Гур МО. Более того, что самое поразительное, российским пропагандистам ничего не мешает, несмотря на то, что они пишут, что Буданов там ранен или еще что-нибудь, брать его в свежие видео и рассказывать. Я помню, там была безумная история, значит, видео с Будановым, где он делает вот так, я вам его еще покажу. И там с ним стоит какая-то коробочка рядом. И часть российских пропагандистов такие, вот, эта коробочка, это на самом деле антидот от каких-то химических отравляющих веществ. И это значит, что разведка Украины экспериментирует с химическими отравляющими веществами и готовит провокацию с каким-то большим химическим коллапсом. Ну, то есть, абсолютно какое-то безумие. И при этом рядом же они пишут, что вот Буданов как бы мертв, или что по нему нанесен удар. Вообще, если сложить все истории от Министерства обороны и пророссийских военкоров, то они уже и всю верхушку украинскую убили, и всю Украину захватили. И вообще непонятно, почему Россия стоит без движения 7 месяцев, а единственный успех – это взятие руин Бахмута, которое было осуществлено за, там, 10 месяцев. И это единственное, что смогла сделать вот эта вот российская армия, которая оказывается прицельными выстрелами, убивает официальных представителей украинского государства, и которая все делает так успешно и невероятно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok